Это делалось в недрах спецслужб, то есть сама природа этого явления, которая идет глубоко, очень глубоко в наши бессознательные, глубоко в наши корни, она, конечно, требует изучения этого на совсем другом уровне. И вот когда тема была рассекречена, то здесь наступил золотой век дистанционного видения, который продолжается по сей день, и по сей день он только набирает мощь, хотя от силы последние документы были рассекречены в 2005 году примерно, хотя начали уже немножко раньше с этим говорить, но вот последние документы были рассекречены только тогда. И в общем-то с тех пор прогресс продолжается в этой теме. То есть эта тема первая попытка серьезного исследования, именно включения в практику серьезного исследования в этой теме на уровне фундаментальных знаний. То есть если до этого эта область знаний была немножко оторвана от традиционной психологии классической, она была оторвана от физики, то сейчас уже можно сказать, что эти темы начинают потихонечку срастаться. Хотя еще далеко до того момента, когда мы скажем, ну все, мы теперь уже все понимаем и знаем, то есть я думаю, этот момент у нас тут достаточно не скоро. Но уже большинство законов вот этого процесса, они уже подняты, они уже исследуются. Если не исследованы еще до конца, то исследуются. И основной такой момент состоит в том, что поставляет нам информацию нашу бессознательную. То есть можно сказать, что человек устроен как айсберг, и наша личность это только сознательная личность, только маленькая верхушечка того, что живет там в глубине, в нашем бессознательном. Откуда приходит информация, через которую идет связь со всей Вселенной. И психологи первые сделали шаги к этому. И многие, наверное, слышали о таких людях, как Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг, которые исследовали тему бессознательного. Юнг пошел вслед за Фрейдом, который исследовал скорее вот этот неглубокий пласт личностного бессознательного. Юнг пошел уже глубже и нашел некий архетип, так называемый, через который как раз идет восприятие информации, которые являются как раз хорошими проводниками экстрасенсионной информации. В нашу личность. И можно сказать, что вот такая модель дистанционного видения существует, которая я сейчас вам нарисую. Значит, существует некая область, которую мы будем называть матрицей. Информационная матрица. Информационная вселенская матрица. Значит, это некая такая информационная область, в которой сосредоточена вся информация вселенной о прошлом ее, настоящем и будущем. То есть, в общем-то, модель сама по себе не очень много. Ну, мы знаем, что если мы возьмем учение Вернадского, да, о новосфере, и он тоже говорил примерно те же вещи, что существует некая сфера Земли информационная, которая несет вот всю эту информацию. Также, конечно, вы, наверное, слышали о хрониках Акаши индийских, да. То есть, в общем-то, ну, еще есть такая тема, если кто-то знаком с учением Карлос Кастанега, там, учением Пальдеков, там есть Таналь Нагвай. То есть, опять вот такое разбиение на две сферы. То есть, как бы, сферу информационную и сферу материальную. То есть, вот, и вот здесь мы как раз это и делаем. То есть, мы, Вселенская информационная матрица, это такая информационная реальность. И другая реальность, которая, это вот наш материальный мир, то есть, шаблоном которого является Вселенская матрица. То есть, Вселенская матрица, это вся информация в прошлом, настоящем и будущем. То есть, вся, которая вот только могла существовать. И в этой вселенской матрице по определению находится каждый момент нашего времени Каждый момент нашей реальности на всей его протяженности, пространстве и времени И любой наш самый мелкий, самый незначительный элемент, самый незначительный штрих или деталь Они все содержатся с очень большой точностью Значит, модель напоминает информационную модель компьютера Если мы возьмем жесткий диск, то его можно представить как вселенскую матрицу Мы любой файл этой матрицы можем экстрасенсорно достигать с вами То есть человек находится... Человек находится на такой онлайновской связи с этой информационной матрицей То есть вот здесь, допустим, человек И он находится на онлайновской связи с информационной матрицей Постоянно То есть мы, собственно говоря, сами ее часть То есть поэтому мы все время с ней находимся в контакте Но в этой матрице нет ни пространства, ни времени В нашем привычном понимании То есть вот возьмем компьютер То есть предположим, что вот вселенская матрица – это жесткий диск нашего компьютера Если мы хотим найти какой-то файл, мы, допустим, выходим его на монитор И он проявляется То есть вот это проявленная реальность наша То есть если мы смотрим вокруг себя, мы тоже видим определенный информационный файл Определенный информационный файл, который также можно закодировать И собрать вот сейчас всю информацию о нашей комнате И куда-то закачать на компьютер То если кому-то из нас дать соответственные очки И соответственные датчики для передачи информации на наши органы чувств То в итоге мы получим всю эту комнату, даже не присутствуя здесь Ну то есть монитор наш пока компьютер, он не совершенен, чтобы передать полностью Ну то есть мы уже сейчас начинаем делать объемные мониторы Уже там начинают передавать различные другие восприятия чувств Там как-то там запахи, вкусы, там кинестетику Начинают передавать уже через мониторы, через какие-то датчики Да, уже такие работы ведутся Ну пока еще вот эта модель компьютера, она далека до реальной модели Вот матриц, соотношение матрицы и реальности То есть жесткий диск это такой вот модель информационной матрицы И соответственно, если вот чтобы прояснить вам Почему в вселенской информационной матрице нет ни пространства, ни времени То опять-таки обратимся к компьютерной модели То есть вспомните, вот если мы откроем какой-то фару Допустим, пусть это будет фотография И на этой фотографии будет расстояние между двумя березками Которые мы можем измерить, собственно говоря, на экране там даже Если мы знаем тем более масштаб Но в информационном пространстве жесткого диска этого расстояния нет То есть нам не приходится бегать от березки к березке, чтобы достигнуть этого Чтобы получить информацию от одной березки Мы сразу получаем все Мы получаем все березки То есть мы можем легко преодолевать вот эти дистанции Можем легко открыть фотографию там какой-то другой части земли Да, туда совершенно не перемещаясь То есть эта информация доступна вся здесь и сейчас То есть на диске она сосредоточена И там нет в привычном понимании пространства И нет в привычном понимании времени То есть если мы откроем фильм, допустим, да Где вот есть иллюзия времени То есть мы, допустим, открываем с вами файл какого-то фильма Там есть иллюзия времени Там есть раскадровка вот эта Которая создает у нас иллюзии времени Но мы с таким же успехом можем заглянуть в настоящее каждого момента И передвинуть рычажок и увидеть там будущее и прошлое этого фильма То же самое и в этой матрице На самом деле для человека нет, скажем так Нет никаких ограничений восприятия информации Вселенской информационной матрицы В этом смысле пространства и времени То есть мы также, благодаря тому, что мы находимся в постоянной связи с матрицей Мы также можем воспринимать информацию из прошлого в настоящего будущего С одинаковой точностью Вот во всех этих проектах, разумеется, в физике Но они опять-то задаются вопросом А влияет ли удаленность во времени, в пространстве Никак не влияет на получение этой информации Никакого влияния абсолютно нет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok